Итак, друзья, двигаемся дальше. Сейчас займемся разглаживанием кожи при помощи техники Doge & Burn. Давайте создадим новый пустой слой поверх всех остальных. Нажимаем вот сюда и зальем этот слой 50% серым цветом. Для этого переходим в пункт редактирования, выполнить заливку, использовать 50% серого. Нажимаем здесь клавишу ОК. Меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет. И как раз на этом слое мы с вами будем прорабатывать кожу при помощи двух инструментов. Первый инструмент это у нас осветлитель, находится он у нас здесь вот. И второй инструмент это затемнитель. У этих двух инструментов есть настроечки. Это в первую очередь размер и жесткость. Жесткость мы ставим на 0. Размер мы с вами будем менять в зависимости от участка, на котором работаем. Пока что оставим 50 пикселей. Пока что это значение у нас не принципиальное. Следующее значение это экспонирование, то есть силу воздействия инструмента на фотографию. Здесь лучше всего использовать небольшие значения, так как вы сможете лучше контролировать результат, который у вас получается. И обязательно поставьте галочку защитить тона. Точно такие же настройки поставьте и у инструмента затемнитель. Опущу экспонирование до 3% и все остальное также поставим, как у осветлителя. Закрываем данный инструмент и теперь давайте перейдем уже непосредственно к разглаживанию кожи. Как видите кожа у нас имеет неоднородную структуру. Какие-то участки у нас темнее, какие-то светлее. И все это в комплексе создает не очень хорошее впечатление. Поэтому нам необходимо кожу полностью выровнять, то есть сделать ее как можно более однородной. Для того, чтобы нам лучше видеть все дефекты на ней, давайте создадим дополнительный корректирующий слой. Щелкаем сюда, выбираем здесь черно-белое. И перетаскиваем верхний ползунок данным корректирующим слоем влево. Как видите, чем сильнее мы тащим ползунок, тем отчетливее становятся заметны все дефекты на коже. Вот примерно так можно оставить и приступить уже к осветлению. Переходим на нижний слой, выбираем инструмент осветлитель. И начинаем прорабатывать все темные пятна на коже модели. Очень важно здесь не путать темные пятна с тенями, так как можно потерять полностью свето-теневой рисунок на фотографии, что будет смотреться очень и очень плохо. Поэтому следите внимательно, на каком участке вы работаете и будьте предельно внимательны. От того, насколько аккуратно вы выполните данный шаг, будет зависеть ваш конечный результат. Итак, начинаем. Первое я вижу вот здесь вот темное пятнышко. Высветляю его. Теперь здесь. Вот таким вот образом. Продолжаем устранять дефекты здесь. Вы можете, отключая слой 50% не серый, смотреть на результат, который у вас получается, как видите, до и после. Вот таким вот образом проходимся сначала по лбу модели. И теперь давайте спустимся на щеку. То же самое делаем здесь. Можно немножечко увеличить изображение, чтобы было лучше видно. Прорабатываем участок около глаза. Здесь, на носу. В общем, все темные пятнышки на коже нам с вами необходимо проработать. Также в целях экономии времени нашего видеоурока я полностью показывать процесс Додженберна не буду. Также на время отключусь, все доделаю. И затем уже вернусь к вам и покажу то, что у меня получилось. В данной работе нет ничего сложного. Единственное, она довольно кропотливая и монотонная. Но еще раз повторяю, что от того, насколько качественно вы выполните данный этап обработки, будет зависеть качество всей вашей фотографии в дальнейшем. Поэтому отнеситесь серьезно к этому шагу. Итак, я отключаюсь. Вы также доделываете работу. И мы продолжим. Итак, уважаемые друзья, я закончил прорабатывать кожу при помощи инструментов осветления. И вот, что у меня получилось. Вот такое изображение у меня было в начале. И вот, чего я добился при помощи работы с осветлителем, как вы видите. Кожа стала гораздо более ровной. Я избавился от всех основных пятен на ней. И вот такой же примерный результат должен быть и у вас на данном этапе. Сразу хочу вам сказать, что я потратил довольно много времени на весь этот процесс. Примерно около часа. Но согласитесь, результат того стоит. Фотография смотрится сейчас гораздо лучше. Поэтому вы также проработаете свою фотографию качественно. И в дальнейшем результат вас обязательно порадует. Теперь слой черно-белый можно удалить. Он нам с вами больше не пригодится, как видите. Результат у нас заметно и даже без этого слоя. Вот до и вот после. Нажимаю клавишу Delete, чтобы данный слой удалить. И мы с вами можем теперь продолжить. И приходить уже к следующему этапу, на котором будем прорисовывать светочневой рисунок на нашем снимке.